Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня поговорим о прекрасном. Сегодня, в эти дни, наверное, последние пять, а может быть, даже больше лет, очень популярны мюзиклы. Мюзиклы самые разнообразные, они появляются, какие-то остаются надолго, другие исчезают. Есть мюзиклы, которые имеют уже историю даже с советских времён, я уж не говорю о международных аналогах, но есть и мюзиклы, которые потихонечку растут, молодые мюзиклы. Есть у нас здесь в студии представители этой волны, этого течения, руководитель театра мюзикла «Успех» Мария Лукина и артист и солист театра Арсений Тарасов. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну правильно говорю, Мария, что мюзикл, вот как его не ругают, его одновременно и ругают, и он постоянно идёт? Конечно, с каждым годом мюзикл ещё больше набирает популярность в нашей стране, и оно притягивает не только взрослых зрителей, но и маленьких, потому что наш театр в основном нацелен на средних и младших школьников. Да, от младших школьников, ну это наши постоянные зрители. И, конечно же, дальше уже идём вверх на средние школьники, взрослые, мамы, конечно. Старшие братья и сёстры. Да, всегда в полном восхищении после мюзиклов, они более точно колко чувствуют какие-то шутки, которые, может быть, дети не понимают ещё. Вот фактически постоянный утренник такой, в хорошем смысле слова, да, профессиональный. Да, мы нацеливаемся именно на детей, чтобы доставить им радость. Иногда включаем в наши мюзиклы какие-то интерактивы, в процессе спектакля стараемся играть с детьми. Конкурсы всякие, викторины. Да, всякие танцы, не викторины, а всякие анимационные игры в процессе, именно в сюжете, чтобы привлечь... Такая глобальная массовка. Да, да. Хорошо. Но я так понимаю, что мюзикл – это же меньше игры, больше пения, то есть меньше проблем. То есть немножко, если не дотянул, ну, актёр, да, это я сейчас не по поводу Арсения и его коллег, немножко актёр не дотянул, меньше драмы, больше вот, а вот спел и вроде как передал свои эмоции. Чтобы душа развернулась. Если честно. На самом деле у нас в театре мюзикла все в основном – это вокалисты, в первую очередь. Все наши артисты, они учатся в вокальных кружках, занимаются сольным пением, групповым, и принимают участие во всяких международных, российских конкурсах, становятся лауреатами. Наш театр мюзикла тоже активно участвует в разных конкурсах. Мы неоднократно становились призёрами гран-при с разными сюжетами из наших мюзиклов, разными, такими короткими, по буквально минут 10. Вот. Поэтому у нас именно идёт, в первую очередь, опора на вокал. Ну, давайте мы сейчас Арсения будем подключать, потому что раз мюзикл, то мы должны немножко говорить, немножко петь. Но в данном случае петь мы не будем заставлять, хотя если появится желание, то можно что-то иное петь. Арсений, как вы стали солистом театра? Я с малых лет оказался с Машей. Начал с ней заниматься вокалом. Шести лет. Шести лет. А, то есть, и притянуло его в театр, да? У нас образовался театр спонтанно. Сначала мы занимались вокальным коллективом, я ещё будучи сама ученицей школы, культурно-досугового центра. У нас был вокальный кружок, у нас было 6 человек. И потом появилась в какой-то момент идея поставить спектакль. И именно чтобы этот спектакль в основном был музыкальный, так как мы все певцы. Ну, логично, да. И все будут петь, что хорошо, и много. Да, совершенно верно. И с нас всё это началось. Мы искали роли, мы на тот момент, пока учились в школе, ездили на курсы в МХАТ, занимались актёрским мастерством. Всё солидно. Да, потом уже поступали. Вернусь к Арсению, а то не даём человеку слово сказать. Арсений, когда петь-то начали, когда вы пришли к вашей, не только уже, скажем, наставнице, у нас сейчас год наставника, кстати, педагога, но уже и руководителю театра. С чего песня началась-то? Песня? Ну, история эта давняя. Так, давняя, это звучит интересно. Когда я был очень маленький, я любил... Это сколько лет? Ну, вот как раз шести лет, когда я туда и пошёл, в тот же год. Я любил подпевать радиопесни, и родители мне сказали, а давай ты пойдёшь, вот мы знаем... Сам петь. ...в центр, да, сам будешь петь. Я согласился, вот. И после того, как я научился петь, я попел чуть-чуть, меня позвали в театр-мюзикл «Успех». А что пел-то? Пел, ну, эстраду пел, разные песенки. У нас была группа «Мечта», и она сейчас есть. То есть вы работаете уже в разных направлениях, то есть и сольно, и командно, да, и ещё и театрально. Вот. Ну, а что вам больше всего в песне нравится? Почему петь? Ну, там, можно стихи читать, танцем заниматься, каратэ, тыквондо. Петь ты можешь заряжать зрителей, когда ты поёшь именно им. Поёшь и отдаёшь частичку себя. А кто кого заряжает? Вы заряжаете или они вас? Артист прежде должен заряжать зрительный зал. А зрительный зал своими улыбками и аплодисментами артиста. Ну, а кто больше-то получает? Наверное, артист. Наверное, ну да, симпатия зрительства. Все они думают, что они получают, что вы прекрасно поёте, правильно? А вы думаете, что «А, я от вас получаю такую энергетику, что мне хватает до следующей песни». Вот ещё такой вопрос, Мария, а как идёт выбор артистов, ну, в данном случае выбор исполнителей, потому что, ну, голоса разные бывают, песни разные бывают. На самом деле это вообще очень сложный процесс, потому что артисты подбираются под определённую роль, и это важно попасть в типаж именно, попасть, чтобы диапазон и тембр подходил под этого персонажа. Поэтому это целый процесс, мы собираемся всегда всем коллективом, садимся в полукруг, проходят щитка. Сразу же выясняете, кто главную роль будет играть. И, в принципе, когда мы читаем, происходит щитка сценария, уже по характеру персонажа мы понимаем приблизительно плюс-минус, кто смог бы зарядить, сыграть эту... Ну, битва-то идёт, да? Арсений, идёт битва за роли? Ну, конечно. Это моя роль. У нас сейчас такая конкуренция внутри, все хотят... Сейчас именно они уже выросли, они сейчас по 13-14 лет, и у них идёт такая внутри коллектива тоже становление конкуренции. Каждый хочет сыграть. В хорошем плане конкуренция. Все хотят играть. Если кто-то не приходит, все тянут руки, что я готов заменить этого человека. Я знаю все роли. Возьмите меня. Да, да, поэтому они сейчас заряжены именно на игру, дарить артистам эмоцию и радость. Так как в настоящем театре. Просто я так понимаю, что может быть и даже хорошо, что Арсений пока не знает. У меня-то есть такой опыт, что такой настоящий театр, когда могут отменить постановку, тебе за 9 дней нужно сделать новую. Арсений, скажите, пожалуйста, конкуренция сильная? Вот вы готовы любую роль взять на себя? Ну, например, вам скажут, ты знаешь, на главную роль мы уже определились, но у тебя будет небольшая роль, но такая вот яркая, характерная, как говорят у нас. Ну, безусловно, мне нравятся все роли. Меня, я когда начинала, меня на маленькие роли ставили, а потом начали на главные, на второстепенные распределять. Так, а теперь какая у тебя роль? Теперь, ну... Сейчас какой мюзикл? Сейчас у нас мюзикл «Три богатыря». Вот последний, который мы ставили, мы его показали, да. И Шамаханская царица. Неужели ты богатыря играешь? Нет, я играю там князя. А-а-а! Князя! Князь! То есть, самое главное там, что там три богатыря-то? Все князь решает, правильно? Хорошего князя играете или плохого? По сказке? Да, по сказке. Слышного, чудного. Такого, юмористический такой... Такой немножко князь такой. Понятно. Такой, да. Слывко. Но, на самом деле, Арсений в жизни просто такой скромный, а на сцене он раскрывается, я слежу за ним уже на протяжении несколько лет. И вот в последнем спектакле «Три богатыря» даже, знаете, каждый спектакль смотришь, он какие-то новые фишки добавляет от себя. Ну, так и должно быть. Да, да, очень интересный именно процесс. Я должен сказать, что вот если говорить о кино, Арсений, да, во многих популярных фильмах, и не только отечественных, там, советских, стареньких, новых или зарубежных, очень много находок, когда кажется, что «Ой, какой молодец сценарист, как написал», на самом деле это актеры придумывают на площадке. Опять же, сам по себе знаю, иногда даже брак оставляют, потому что он такой... То есть ради этого брака даже сцену меняют, потому что он такой естественный. И любой актер, который, особенно мюзикл же, это же не один спектакль, да, он несколько раз там повторяется. А уж если мы возьмем мюзиклы такие уже профессиональные, взрослые, я вообще не знаю, как люди там поют по три, по четыре раза в день и месяцами, одно и то же. Да, и, конечно, новые находки, новые приспособления, иногда и немножко шалят артисты, да. Чтобы самого себя зарядить, да. Текст один, а они какие-то другие слова подставляют. Зрители типа не слышат. Вот, Арсений, еще такой вопрос. Какая атмосфера в коллективе? Потому что это же все-таки люди творческие, как хочется, наверное, наступить на горло не только собственной, но и чужой песни иногда. Ну что вы, у нас очень дружный коллектив. Дружба, да. И с педагогами, и между вот нами, актерами. Каждый, когда входит в центр, сразу со всеми обнимается, сразу заменяет друг друга, если кто-то не пришел. Ну, порядка, ну, больше 20 человек. Почти 30. 25, 26, почти 30. А как репетиции проходят? Ну, Читка, я понимаю, все как в театре. Сколько потом готовится спектакль? У нас репетиции проходят, мы делим на несколько этапов. У нас обязательно хореографическая подготовка. Первые, там, 30 минут идет упор на растяжку, хореографические, там, комбинации. Потом мы занимаемся актерским мастерством, у нас идут тренинги, упражнения на раскрепощение. И чуды. Да, на снятие зажимов, на как раз сплочение коллектива. На действия. Да, 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 вот. И потом как раз мы уже переходим именно к постановке номера, работаем с хореографами. То есть у нас такой процесс глобальный, идет коннект хореографа, режиссера, постановщика, сценариста. И мы именно работаем в коллективе, ставим уже полноценную сцену. Работаем сначала долго над одним номером, чистим движение, потом актерски пытаемся найти образ, характер, как, куда надо повернуться, что нужно сделать. И потихоньку вот так вот продвигаемся, продвигаемся. Ну сколько проходит времени вот от первого вообще? Мы будем ставить тот-то. О, понеслось. И до уже премьеры. Ну, полгода-год вот так вот. Ну, в общем-то, как и должно быть. И в процессе мы еще старые мюзиклы тоже подтягиваем. Да, подтягиваем. Может, ввести кого-то, да. Да, либо новеньких вводим, либо какие-то, может быть, новые фишки. Вот сейчас, кстати, мы работаем над спектаклем «Петя и волк». Мы его немножечко... Мы его уже показывали. И сейчас у нас пришла новая идея. Мы его решили... Ну, это тот «Петя и волк» классический. Да, тот самый «Петя и волк». Но мы его немножечко усовремениваем, добавляем туда такого, знаете, современного модерна у нас. Современного Петю и современного волка. Да, мы немножко меняем костюмы. Они у нас в этом году будут в виде, знаете, таких тряпишных кукол. Не тряпишные, все костюмы будут как будто из лоскутков, такой пэтчворк. Все декорации тоже будут в таком стиле. А, ну типа кукольный театр. Да, да, но не кукольный театр, то есть... Ну, я имею в виду, да, а-ля. А-ля, да. И, само собой, у нас каждый спектакль – это видеофоны, видеосопровождение. Сейчас без этого, во-первых, так проще. Мы тоже отказались в основном от декораций, тоже используем мультимедиу. Хотя мультимедиа, она, на мой взгляд, она сейчас вошла во всех. Я во многих театрах мира тоже побывал. Очень удобно даже перевозить. Удобно, но когда ее слишком много, и когда тебе говорят, мы вот немножечко вас обманываем. То есть вообще я вот к медийным, мультимедийным этим всеми, это, знаете, как картину повесить. Вот, и вроде как ты в Лувре находишься или в Эрмитаже. А на самом деле нет. Поэтому, конечно, это очень хорошее подспорье, как декорация. Как часть именно, да. Но думаю, что если делать уже более что-то такое, наверное, все-таки чем больше... Ну, как вот в музей приходишь, ты знаешь, вот из этой чашечки пил там, не знаю, Чайковский, и все. Ты эту чашечку видишь, да, ты ее не можешь даже потрогать. А уж если дадут потрогать, вообще хорошо. Поэтому, ну, это может быть мой такой подход. Но в любом случае разумно то, что люди поют, то, что это играется, это уже хорошо. Шафон, это уже такая история. Нет, реквизиты на самом деле у нас очень много. 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 Поэтому, когда мы куда-то выезжаем, перевозной спектакль, у нас был вот недавно арт-визит, мы ездили в Домодедово, показывали спектакль. И перевозим мы чуть ли не на трех-четырех машинах реквизит. Ну, прекрасно. Поэтому... Во второй части мы поговорим уже о программе, какие мюзиклы и так далее. Мы, Арсений, что пожелаете тем сейчас вот шестилетним нашим зрителям, а может быть даже их бабушкам или дедушкам, папа, мамам, они хотят петь, как им, куда идти-то? Как? Нет, нет, там их нет, вы мне, мне расскажите, да. Куда идти-то? Как быть? Пускай приходят на наши спектакли. Мы покажем для них то, что они хотят. Так, а если они захотят петь, то к вам идти уже? Пускай приходят, да, мы найдем им. Мы базируемся в культурно-досуговом центре Октябрьский, рабочий поселок Октябрьский, поэтому мы с удовольствием Люберецкого района, собственно. Ждем новых конкурентов, да, Арсений? Ждем, ждем. Это программа «Открытый диалог». Сейчас мы сделаем небольшую паузу, говорим мы о театре мюзикла «Успех», ну, а во второй части поговорим о программе, что там еще происходит в этом театре. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Говорим мы сегодня о театре мюзикла «Успех». У нас смена состава, как в хоккее или в футболе. На самом деле это говорит о том, что коллектив большой, молодой. И сейчас у нас здесь, на нашей импровизированной сцене, хореограф мюзикла, театра мюзикла «Успех» и театр танца «Вдохновение» Юлия Самодурова и актриса театра «Успех» Алиса Степаненко. Здравствуйте вам! Здравствуйте! Ну, сразу же вопрос хореографа, потому что, конечно же, одно дело, когда человек вышел и поет. Ну, есть там классическое исполнение песни, когда лучше не двигаться, потому что надо легкие набирать, чтобы все работало. Есть клиповое мышление, когда надо, ну, одно дело клип, можно снимать, там только рот открывать, а если ты на сцене танцуешь а-ля клип, то ты должен еще и прыгать, и бегать, и петь. И правильно дышать, и не упасть, и так далее. Масса всяких сложностей. Ну, и плюс еще, конечно, мюзикл, театральная составляющая, где еще нужно и канву не потерять. Вот как это все можно совместить, и насколько хореографу тяжелее работать? Одно дело, когда просто танец ставить, а другое дело, когда еще несколько искусств рядом в этом танце. Да, вы абсолютно правы, что мюзикл, как театральный жанр, он очень сложный и специфический. На самом деле, когда мы говорим о мюзикле, первое представление, ассоциация, которое у нас возникает, это, конечно, пение, красивое пение, актерское мастерство, но именно у мюзикла есть особая неотъемлемая часть, это хореография, потому что актеры, артисты балета, они помогают основным актерам, которые играют свои роли, более полно раскрыть всю вот эту историю. И на самом деле, если говорить о моей работе, насколько это сложно, если сравнивать с обычными хореографическими постановками, это... Заставить. Это не столько сложно, сколько, наверное, требует специфического подхода. Ну, то есть я вам помогу в этом плане, ну, как я понимаю немножко тоже когда-то, когда есть актерская составляющая, плюс, даже так, есть певческая, потому что прежде всего пение, потом вторая актерская составляющая, а мы понимаем, что любой актер обязан быть гибким своим телом, ну, гибким должен быть. Плюс, если это еще и танец, то это гибкость, умноженная на 10. Понятно, что в театральном институте актеры не всегда и не очень любят заниматься всевозможными балетными па и так далее, но для мюзикла это просто необходимо, потому что движение, да... Это, конечно, необходимо, но очень трудно заставить человека, который поет в то же время, там, крутить 32 фуэте. В связи с этим у нас возникла потребность, после того, как образовался театр мюзикла «Успех», создать отдельную группу «Театр танца», который называется «Вдохновение». И вот там отдельно, конкретно занимаются с людьми, которые приходят изначально с некоторой хореографической подготовкой и подготавливаются отдельно для своих феерических исполнений. Ну, и так понимаю, что для мюзикла тоже, мы же знаем, ну, я практически на всех вот последних основных мюзиклах московских тоже побывал. Честно скажу, что жанр до сих пор, его всегда критиковали, и до сих пор он не выстроен. То есть непонятно, кто чему хочет отдать предпочтение. То есть если мюзикл – это пение, вроде бы как должно быть, а вторая всё-таки должна быть драматургия, и третья, конечно, должна быть шоу, где, когда я вижу, например, как артисты танцуют хотя бы три человека и не попадают в такт, и хотя бы один из них выпадает, всё, для меня это... Ну, для меня я такой, может быть, строгий критик, потому что если вы втроём делаете одно движение, оно должно быть идеальным. Вот это, наверное, такой важный тоже момент. Но мы сейчас к вам вернёмся, потому что нам надо ещё Алису подключить, а актриса, она так грустно смотрит. Пытают вас там этими танцами, ну, этими постановками всеми? Нет, на самом деле мы с большим удовольствием танцуем, развиваемся в разных сферах, потому что актёр, он должен быть... Эдакий. Да. А актриса тем более... Актриса, тем более, развитый. Да. Ну, вы стоите у станка, как-то какие-то делаете движения? Конечно. Позы вот эти, все позиции, да? Да. Юлия нас заставляет делать всё во всех стилях. А вот как она заставляет? Она же понимает, что всё-таки у вас главное – это пение, а требует она от вас стопроцентно? Или всё-таки она как-то даёт вам какой-то шанс дыхания свободного? Конечно же, даёт. Когда мы показываем какой-то номер, у нас, как правило, часть людей больше опирается на вокал, а часть больше на танцы. И вот, соответственно, та часть, которая опирается на вокал, исполняет более лёгкие движения, в которых возможно дышать. То есть вышел, встал, а вокруг все танцуют. Тоже ж можно так. Такое тоже бывает. Злодей тоже по-разному. Один злодей может танцевать, изображать из себя какого-то страшного. Если он ещё и совсем молодой, маленький, так, конечно, прыгать легче. Конечно же. А вот уже когда какая-нибудь печальная девушка, чего же ей там плясать-то, она села как-нибудь, Алёнушка такая, и поёт себе тихонечко. Ну, я, конечно же, шучу. Вы когда пришли в театр-то? Кто привёл? Ну, я в театре с основанием. Меня привела мама в театр. Я конкретно в театре с 7 лет, а пришла в культурно-досуговый центр с 4 лет. Ну, то есть вы как кровь и плоть центра практически, да? Да. И театра. Я с самого первого мюзикла «Алиса в стране чудес». Когда-то я играла там второстепенную роль собачки. Ну, так. А потом? А потом повысили до Красной Королевы. Ну, вот видите, Юля, скажите, пожалуйста, а вы как стали хореографом? Ой, у меня несколько другая, но не менее интересная история. Я пришла в театр мюзикла. Изначально нацелена как актриса. Петь? Да, я пришла петь, я пришла играть. Но изначально пришла с некоторым хореографическим опытом, потому что сколько себя помню, столько танцую, наверное, лет с пяти. Как бабушка отвела маму. Кто? Я сама пришла, да, по собственному желанию. Я увидела, что вот театр мюзикла у нас начал только формироваться. Бери, я имею в виду танцевать, когда начали. А, танцевать? Танцевать тоже всегда танцевала. Всегда хотела, да, всегда стремилась. Я танцевать хочу. Такой интересный факт из моей биографии. Прогуливала музыкальную школу только лишь бы на тренировку попасть. Сумасшедшая. Какая любовь к танцам. Вот такая любовь сумасшедшая к танцам. И было приятно, что меня заметили. Заметили именно вот этот талант. И большое, конечно, спасибо нашему режиссёру, которая всегда открыта к чему-то новому, к новым мнениям, к новым экспериментам. И она дала мне шанс попробовать привнести своё какое-то видение хореографическое в наш мюзикл. И так потихонечку-потихонечку сначала делилась какими-то идеями, что-то корректировала. А потом уже стала... Причём мне всегда нравилось уводить кого-то в сторонку из людей, или они сами подходили. Юль, покажи ещё раз. Ничего вообще не поняла изначально. Мы там потанцевали, а режиссёр заметила, но плюсик поставила. Малис, а скажите, пожалуйста, вот на вас наседает режиссёр, а ваши коллеги, потому что понятно, что кто-то иногда роль лучше знает, кто-то хуже, кто-то вам больше нравится как партнёр, кто-то меньше, тем более у вас, я так понимаю, человек 20 там, да, в коллективе. Плюс ещё хореограф где-то подавливает, что ты там как... Ну, я не хочу говорить слова, потому что актёры, когда тренируются, они не самые добрые люди в мире. Вот. Как это всё выдержать, молодому растущему организму, когда хочется гулять, когда хочется встречаться, свидать, когда просто не хочется идти на репетицию? Такое же тоже бывает? Ну, бывает, конечно же, всё, и самочувствие иногда подводит, но чувствуешь то, что надо, хочешь двигаться дальше, двигаться вперёд в этом направлении, хочется тоже как актёрам, чтобы театр развивался, двигался, вот. Ну, а вы планируете дальше в этом направлении двигаться уже профессионально? Да, конечно, я бы вполне хотела. Поступать будете во что-то театральное? Я поступила на вокальное отделение. На вокальное. Куда? Гнесинское училище. Ну, всё. Так, может, мы скоро увидим певицу, ещё будем сидеть, да, тихонечко с цветами. А можно мы цветы подарим? Нет, нет, к ней нельзя, потому что у неё там миллион поклонников. Ну, будем ждать. Программа-то наша сохранится. Ну, хорошо, я обещал рассказать нашим телезрителям по поводу программы, что у вас вообще идёт, что планируется, кто нам доложит об этом. Ну, по-своему... Программа же составляется как-то, да, на сезон? Конечно. В основном всегда под праздники подстраиваемся. Ну, просто, конечно, тоже составляются. Последний мюзикл у нас был «Три богатыря». Вот. Мы к тактёру уже видели из этого мюзикла в первой части. Да, князь Руси, да. Я играю Шмаханскую царицу. А я конь. А вы конь! Да, я же скачу профессионально на сцене. Вы гибкий конь. То есть конь, даже не лошадь, а конь именно. Конь, я говорю. Желез должен быть в спектакле. Я понял, интересно. Заинтриговали, так. И ставится постановка к 9 маю. А Зори здесь тихие по книге. Ну, соответственно, чуть-чуть. Это тоже будет мюзикл? Да. Это, конечно, музыкальный спектакль. Музыкальный спектакль, да, я понял. Ну, это такая довольно сложная будет история. Да, но он чуть-чуть укороченный, чуть-чуть видоизмененный, но... Ну, там удобно, много женских ролей. Так, понимаешь, женских исполнителей у вас больше, да? Да, к сожалению, мальчики не так сильно тянутся. К большому сожалению, вот очень бы хотелось, чтобы... Ну, надо искать, надо искать, потому что мальчик должен понять, что это хороший тоже такой трамплин. Конечно. Вот. И вы же набор берете, да? Вот как вот? Конечно. Сейчас нас слушают, например, бабушки и дедушки. Вот что нужно для того, чтобы куда прийти? Я имею в виду, вы же нам в первой части сказали, но можете напомнить. Какие должны быть данные, чтобы человек пришел, прослушался куда-то? Ой, на самом деле, всему можно научиться. Ага. Даже если... Вот маленький ребенок, по сути, он... У кого-то, конечно, есть... Пластилин. Да, талант. Можно лепить еще. Но можно вполне развить. Мне кажется, у каждого человека в душе есть талант, творческая жилка. Любовь к музыке, любовь к танцу, любовь к искусству, стремление сделать себя в первую очередь лучше. Этого достаточно, остальному можно научиться. Ну, я вам так скажу, что любовь к танцу-то может быть и есть, но не всегда тельце-то может позволить. Или вы под любое тело найдете танец? Просто кому-то приходится работать более усердно, да, хореографу в этом случае прикладывать больше усилий, но так по опыту скажу, именно такие, на первый взгляд, не очень талантливые люди достигают больших вершин. Больших успехов. Ну, отлично финал для нашего разговора. Напомню, что у нас во второй части мы общались с хореографом театра мюзикла «Успех» и театра танца «Вдохновение», который составляющая, да, единица, и вообще очень увлеченной девушкой Юлии Самодуровой, а также с актрисой Алисой Степаненко, которой нам вот представили некую такую техническую, техническое закулисье, как это все делается. Мы желаем вам в этом сезоне хороших работ, хороших отзывов, но и новых актеров и актрис. Спасибо большое. Постараемся радовать вас всех. Да, да. Приходите к нам уже ближе туда к концу года, отчитайтесь о проделанной работе. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»